Причины, разрушающие иммунитет. Мы все время будем ходить по одному и тому же причинному кругу. Потому что система, она чем хороша? Если система правильно простроена, то она работает везде. Куда бы мы ее ни применили, она будет работать везде. Итак, первая причина, разрушающая иммунитет, это психология. И самое главное, что разрушает иммунитет, основной фактор, самый основной, это страх. То есть страх полностью блокирует иммунитет. Потому что в организме существует так называемый путь, гипотеза, гипоталамоадреналиновый путь. И он называет ГГА-ось, гипотеза, гипоталамоадреналиновая ось. В момент, когда у человека наблюдается страх, он прекращает полностью обслуживать все другие функции. Но кроме борьбы. Представьте себе такую ситуацию. Вы лежите в палатке, и вас тошнит. Ну, например, у вас там, а человек лежит в палатке, и его тошнит. У нее понос, отравление, там он сел что-то не то. И в этот момент он слышит, как за палаткой подошел, например, лев. Что произойдет с организмом? Если лев его съесть, ему уже не важно будет, тошнит у него или понос, или что будет. Поэтому организм мгновенно перестраивается. Он в одну секунду забывает про тошноту, про рвоту, у него понос прекращается. И он начинает спасаться от льва. Потому что организм центральной нервной системы совершенно четко выстраивает, куда действовать энергетически. Зона мозга, центральная нервная система, которая обслуживает иммунитет, движение, ум, разум, настроение, они все в разных местах. Ни одна зона не перекрывается. Вот, например, ум обслуживает лобные доли, или предлобные доли. У нас есть лобные, предлобные. И это интеллект, это память, это развитие, ну и так далее, все наши интеллектуальные творческие способности. А вот движение, например, руки, ноги, побежать, убежать, скрыться, залезть на дерево, спуститься, спрятаться. Ну, такие функции. Обслуживает задние отделы мозга. И в момент, когда идет страх или опасность, это генетически, это запрограммировано, это просто наши вот... Мы произошли в любом случае, мы такое же животное, как кошка, как собака, просто немножко другое. У нас есть сознание, у нас есть другие какие-то функции, мы построены по другому подобию. Так вот в тот момент, когда у человека страх, кровь вся практически отливает от внутренних органов и скапливается в затылочных долях. Побежать, спрятаться, укрыться, бороться, слух, зрение. И она практически оттекает от плотных долей, которые обеспечивают вообще думать, куда бежишь. Потому что когда человека лев преследует, он будет бежать, он вообще не думает, куда бежать, просто будет бежать. Тот, кто испытывает страх, он перераспределяет мгновенно все функции. Основная энерготратящая система, центральная нервная, она тратит 20% энергии. На втором месяце это иммунная. Она тратит еще 20% энергии. И поэтому во время страха, так же как во время стресса, так же как во время затянувшейся, мощной какой-то внешней проблемы, в которой страх смешан со стрессом, с неудовольствием, с неудовлетворением, с какими-то еще другими эмоциями, я не знаю, там, это может быть, ну, горе, например, какое-то или еще что-то, да? Он тратит энергию только на решение вашей проблемы, той, которую вы заявили. Если у вас проблемы диссертации, то организм все свои силы будет тратить на диссертацию. Если у вас проблема отдача кредита, то организм все свои мысленные энергетические ресурсы будет тратить на отдачу кредита. Ущерб, он будет забирать этого иммунитета. То есть иммунитету ничего не достанешь. Если человек заболел, при этом напугался, при этом расстроился, при этом у него склетело ряд каких-то перспектив, ну, например, отдать кредит или, например, еще что-то, да, и он попал вот в этот вот круговорот проблемы, которые не имеют выхода. Или, например, в кризис вот сейчас, да, во время кризиса, ну, мы ведь не умрем с голодом, это 100%. С голода никто не умрет, просто кто-то норговую шубу заменит на кроличью, ну, или там, там, да, или шубы походит, таблета, да, не важно, но в этот момент иммунитету все упадет, потому что у человека будут совершенно другие проблемы, он будет думать о том, какую выгоду он упустил, что он не заработал, что дальше будет с детьми через 18 лет, когда они закончат школу, как они вообще поступят, а будут ли институты, то есть это такая мощная проблема, что сейчас вот люди находятся в неустойчивом состоянии страха. Я вам говорила, что у организма существуют две вещи. Первая вещь – развитие, и вторая вещь – защита. Развитие идет в одну сторону, защита идет в другую сторону. Одномоментно они, к сожалению, течь при полных нагрузках не могут. Либо человек в спокойной обстановке и развивается, то есть творит, например, приобретает какие-то знания, ну, то есть учится, накапливает эти знания, да, ну, там, я не знаю, размножается, там, и так далее, и так далее, или пытается размножиться, тоже хорошая вещь. Либо он попадает в момент защиты, и тогда он уже и не размножается, в период эпидемии чумы никому в голову даже не придет размножаться, или учиться чему-то, или развиваться. То есть эти две позиции, они для организма идут изолированы. Либо это на 80% развития и на 20% защита, как бы краем глаза. Либо это все-таки защита на 80% и на 20% развития. Как между этим определиться? То есть, что нам нужно? И на каких позициях существовать? 50 на 50 – это никуда. Ничего никуда не движется. Ни защиты, как следует, нет, ни развития, как следует, нет. Это обычный такой вот режим нулевого. У нас есть плюс, минус ноль. Поэтому каждый человек для себя выбирает для своих мыслей. Для себя, для своих мыслей. Организм будет делать то, что для вас важно. То, что вы ему скажете. То, что вы захотите. То, что он будет делать, то, что вы думаете. Если вы думаете о диссертации, не думаете о своем здоровье, организм вместе с вами будет тоже думать о вашей диссертации. Он не будет думать о вашем здоровье. Вот это надо четко понимать. Если вы о своем иммунитете о своем не думаете, организм тоже не думает. Потому что, как только он начнет думать, ваши мысли пойдут в сторону укрепления иммунитета. Например, вы взяли сигарету. Вы говорите, ну, вообще-то это вредно. Я буду пытаться бросить курить. Например, вы там что-то еще сделали, то, что не нужно, да? Понервничали, там, напугались, поссорились, ребенка наругали. Ну, там, какие-то ряд действий, которые вызывают либо страх, либо боль, либо стресс. И вы всегда должны подумать, что, во-первых, вы разрушили иммунитет себе. Во-вторых, вы разрушили иммунитет тому, с кем поругались. В-третьих, вы разрушили иммунитет ребенку, если вы, так сказать, если он присутствовал. Даже если он просто краем уха слышал, что вы поругались. В-четвертых, вы нарушили общую энергетическую обстановку. В результате вы все постепенно заболели. Потому что иммунитет не в состоянии, живя вашими проблемами, думать о своей дубликации, о размножении, о идее нормальной, о отдыхе. Поэтому человек выбирает сам. Поэтому от двух вещей надо избавляться сразу. Первое, надо избавляться от страха. Может не получиться. Страх у нас преследует с самого детства. Причем, вот эти стереотипы, если, например, вы с детства чего-то боялись, вы этого и будете бояться. Потому что страхи, живут на подкорке, они не анализируют. Боится, что там темноты? Он реально выходит в свой коридор и понимает, что там нет. Все, жизнь закрыта, все. И тем не менее, он боится просить через этот коридор. Это идет откуда-то с детства, когда-то он был этим натуром. Это проблема глубокая психологическая. И иногда бывает, что плохой ребенка иммунитет. И что только не делают. Врачи про страх вам ничего не скажут. Они вам скажут про витамины, про гомеопатию, про минералы. Они вам скажут про какие-то другие мероприятия. Закаливание там, море, полоскание горла и так далее. А если у ребенка живет страх, живет страх, что мама с папой разойдется. Живет страх, что там бабушка там чего-нибудь там еще не может. Или там или старенькая еще что-то. Живет страх, что сам ребенок может умереть в любой момент. Или там кошечка у него может умереть. То есть вы никогда ему не наладите иммунитет. Потому что страх все будет подавлять его мгновенно. Если... Смотри пункт один. Я вчера говорила, центральная нервная система это пункт один в организме. Если у вас плохой иммунитет, смотри пункт один. Начинать надо с центральной нервной системы. Начинаем с центральной нервной системы. Первый шаг. Белок, жирок. Психология. Второй шаг. Еда нормальная. Убрать плохую, добавить хорошо. Третий шаг. Вода. Четвертый шаг. Обследование хотя бы приблизительно. Надо посмотреть что там. А дальше очистки неактуальны для центральной нервной системы. Глобальную. Клеточное питание. То есть дать мозгу. Аминокислоты, витамины, минералы. Натуральные, в достаточном количестве. Жирные кислоты. Энергию. И тогда мозг в состоянии будет послать сигнал иммунитету. Потому что иммунитет работает тоже от мозга. Мозг вырабатывает антитела. Мозг дает сигнал эликоцитам размножаться. Гипофиз, гипоталямус, лимбическая система. То есть у нас много-много участков мозга, которые конкретно отвечают за иммунитет. И если мозгу одна общая проблема, в стране кризис. А тебе-то что? Ну потерял обрамов еще несколько миллиардов. Тебе-то что? У тебя ничего не было? Какой у вас кризис, когда у вас в кармане три копейки? Чего вы переживаете за миллионера? Вы за себя, так сказать, радуетесь, что вам нечего было терять. Кризис где находится? Он в голове находится. Деньги уйдут с планеты? Не уйдут. Земля уйдет? Не уйдет. Дома уйдут? Не уйдут. А если чек не будет работать, это у него в голове. Да? Если мы не будем работать, то кризис так накроет, что мало не покажется. Поэтому в кризис надо сохранять. Первое что? Спокойствие. Ни в коем случае не надо ни за кого волноваться. Те, кто пострадает. Вот я волнуюсь, магазин закрывается. Что, последний магазин что ли закрылся? Их столько подкрывалось, что вы за всю жизнь не обойдете их. Плюс к этому я еще заболел. Двойной страх. Плюс к этому я еще боюсь, что у меня мама заболеет. Боже, что делать? Тройной страх. А ребенок у меня тоже с плохим иммунитетом. Еще страх. И то есть, практически вся нервная система, вся голова занята страхами. Она вообще нормальный режим не функционирует. Такой ситуации иммунитет не поправит. Нет таких способов. Нет панацеи, чтобы заставить этот бедный, дохлый иммунитет в виде линкоцита бегать и отслеживать. Потому что он занят вообще другим. Ему энергии даже не идет. Поэтому, когда я говорю, мы хотим не болеть, мы хотим, чтобы у нас был хороший иммунитет, сначала мы должны ликвидировать причины. То есть, хотя бы две причины. Страх и стресс. Хотя стресс, это ведь тоже развитие. Легкий стресс, легкое желание быть впереди. Легкие какие-то там амбиции свои. Это все способствует развитию, но ослабляет защиту. Если вы бежите вперед, вы уже не смотрите по сторонам. Поэтому равновесие между вашими желаниями, целями и между тем, что вас тянет назад. Ни одного человека не удастся наладить иммунитет, если у него страх и стресс. Не можете разговаться в страхах, подедите в голову. Сами подумайте. Потому что это проблема очень серьезная. Особенно, если вы работаете с детьми, со своими, с внуками. Есть такие науки, что вот ребенок лежит в коме. Ничего не слышит, вообще умирает. Из них работает психолог. И почему ваш ребенок в коме? У него вроде все было нормально. Какие у вас отношения между собой? Проделили, мы в стаде развода. Ну все, ребенка вашего спасет, он боится. Он таким образом он будет вас держать. Скажите ему, что вы помирились. В присутствии психолога, ребенок говорит, мама с папой говорит, что они помирились, и ребенок уходит из комнаты. То есть мозг все анализирует. И вы своими действиями, своими семейными, своими служебными отношениями наносите ребенку просто катастрофический ущерб по его иммунитету, удар по иммунитету. Плюс еще школьная обстановка, плюс еще учителя, плюс еще родители на стороне учителей и так далее. И вы там остается без защиты, без психологической защиты. Ребенка надо любить безусловно. То есть нет никаких условий. Вот ты получишь, что я говорю, я тебе люблю. То есть вы, когда ребенок идет домой с двойкой, это несчастная двойка в дневнике, там или с тройкой, или еще с чем-нибудь. У него такой страх, что он просто вообще не может, у него ноги не двигаются. Он придет, а там мама сейчас, аааа, за ней бабушка придет, потом еще баба давай дневник. Слово давай дневник, это у ребенка просто, иммунитет отключается на 33 порядка. То есть будьте людьми. Вам не нужны умные невротики и психопаты. Вам нужны нормальные, здоровые деньги. Ну двойка, значит двойка. Чем двойка отличается от пятерки? Отношения учителей? Двойщики, ваши тонкие бизнесмены. А отличник, где они? Ну вообще непонятно, да? В чем больница? Поэтому, это очень серьезная вещь. Я смотрю, вот ко мне приводят детей, вот вообще таких полудохленьких, маленьких, зелененьких. Мама, вот такая мама такая, шубина такая. Мой ребенка плохой, маленький. Я говорю, что ли будет хорошим детям, когда вы нависаете над ним все свои мощи? А ребенка спросит, что он вообще как затравленный зверев, вообще все боится. Двойку он получил по математике. И такая там учительница сидит. Дети вообще, сейчас в состоянии, вообще хорошо, что у них иммунитет хоть какой-то есть. Потому что они все боятся и все боятся. То есть я специально говорю про страх так долго. Потому что никакие вам ничего и спирулина не поможет, если человек боится. Вот вы сами напугались, вы у меня камень и солнечный пузырь и все. Где пистолет, где веревка, мыло, все, я не могу жить больше. Мне сказали камень, грозит операция. Рекорд книги Геннесса 16 килограмм ко мне и бабушке слышно куда ей было. Она даже не знала, случайно под машину попала. То есть один камень человека может просто уничтожить. То есть он умрет не от камня, он умрет от страха, умрет от инфаркта. Если для центральной нервной системы можно только, так сказать, разумом двинуться, то для иммунитета это определяющее. С этого начинает определяющее. Если вы боитесь, все, иммунитет не запустите. Только позитивное мышление, только освобождение от страха, только нормальное расприятие стресса. Все, потеряли, запустят книжку трагедии. Телефон потеряли, все. Смертельная ситуация. У меня там была записана книжка. Ты перепиши ее. Я сама, когда первый раз потеряла телефон, ну, надо воню, Олег не даст соврать. Когда у меня первый раз сперли компьютер, за минуту из джипа, когда мне психолога Олег вызывал, потому что я приехала во Владивосток на Академию, у меня сперли компьютер. Я знаю, что такой стресс. Это такой стресс был. Мне послезавтра выходить на Академию, у меня ни одного фильма, вообще ничего нет. Думайте, что мы сделали на следующий день? Ну, хорошо, Олег, как сказать, пришел в себя, заказал фильмы по самолету, по самолетам высадки, и мы пошли купили точно такой же компьютер. Я утром когда встала, через день у меня точно такой же компьютер, пустой, но точно такой же. Я уже думаю, ничего страшного, сейчас мы загрузим это все и все. Потому что ситуация была ужасная. А сейчас, как бы, обострение, я вообще говорю, не существует, существует наказание от разгритяйства. Вот сейчас будьте внимательны, потому что огромное количество людей остальных без работы. Просто будьте внимательны. Вот просто на ходу подметки отрывают. Больше бы мы не попали в стресс. Стресс-то ладно, там, если вам что-то указывает, это не проблема, то сразу упадет иммунитет. Вот сразу упадет иммунитет. В том человеке, который приходит, вы знаете, я заболела, что случилось, да, вот у меня там проблема. И все, человек заболел. Поэтому я не могу без этого, я не перешагну это все, в любом случае. Поэтому начинать надо с чего? Центральная нервная система. Как вы только сказали, я хочу укрепить ребенку иммунитет. Все, начинаем с центральной нервной системы. Бесполезно начинать с противопаразитарной программы. Бесполезно начинать там с очистки. Или с витаминов каких-то, чего-то такое, да? Конкретно психология и основное питание центральной нервной ткани. Вторая причина. Разрушающий иммунитет. Плохая еда. Тот, кто хочет раньше послушать по правую еду, возьмите диски целый тренинг, семичасовой, да? Кто хочет дождаться, дождетесь в этом модуле. Будет у нас про еду. То есть, плохая еда – это основа. Лейкоциты не могут размножиться. Им нечем. Вот есть 7 незаменимых аминокислот. 7, которые не синтезируются в нашем организме, ни при каких условиях. Нет, все. Мы должны их кушать. Там находится аминокислота, которая называется триктофаном. Этот триктофан отвечает за настроение в организме. Все, не съели вы его, значит, серитонина не будет, значит, не будет настроения. Настроения не будет, будет депрессия, будет страх. И мы вернулись снова китать. То есть, если вы хотите, чтобы был полный запас для размножения, на всякий случай, то питаться надо. Не получится так. Кутру всю ночь свинью кормить, кутру зарезать. У нас же так все время получается. Так не получится. То есть, кормить надо заранее, приблизительно за месяц начинать. Вот, во слава богу, в этом году не было такой эпидемии гриппа тяжелейшей, да? Но тем не менее. Мы как подготовились? Да вообще никак. Почему? А поднимите руки, кто хорошо подготовился, например, к планируемой декабрьской эпидемии. Есть такие люди, кто хорошо подготовился? Кинварт. Ну, кинварт. Какая-то декабрь. Ну, несколько человек. Все остальные, как бы, ну так, болеть не планировали. Между прочим, тут существует еще программирование. Если вы четко уверены, что вы не заболеете, но четко быть уверены, это надо тренироваться. То есть, есть люди, которые говорят, я не заболею. И вообще никогда не болею. И они так на этом стоят. Я сначала думала, ну надо же, какие-то самоуверенности. А тут человек действительно не болеет. То есть, как сказали, так и будет. Если вы сказали, я пришел на работу, у меня там, дуся кашляла, вот я точно заболею. Я всегда заболеваю. Вот только на меня кто-то кашель, ну вот я сразу, все, через два дня я заболеваю. Все. Мы согласились, точно заболею. То есть, надо не соглашаться до последнего времени. Все болеют, а вы, вот этот страх заболеет, он не должен присутствовать. Все, нет. болеть не собирают. Напьем спирулины, то время не болеть ничего. У меня совершенно другие задачи. Я об этом надо говорить с тобой. Абсолютно точно. То есть, положительную еду добавляем, отрицательную добавляем. Напитки. Значит, здесь скажу совершенно четко. Иммунная клетка при закислении работает в режиме убийства. То есть, воспаление, это всегда закисление. Всегда. То есть, если, например, закисление, это водород, водородный потенциал. Если, например, возник гнойник, и возникает воспалительный процесс, скапливаются лейкоциты в этом месте, то есть, гнойник, по сути дела, да, всегда идет кислая реакция. Вот если вы, например, палец накалоле, вы в чем палите? В соте горячее, да, чтобы эту реакцию немножечко разбалить. Поэтому, с одной стороны, кислота это защитная реакция, это антибиотик. Мы всегда используем клюкву в качестве антибиотика, мы используем лимон, мы используем облепиху кислую, мы используем малину кислую и так далее, и так далее. То есть, кислоты, это антибиотики. И поэтому в качестве антибиотика кислота не опасна. Она даже является полезным процессом. Но, только, запишите, органическая кислота. В моменты воспаления любых, активизации любых болезнетворных процессов, только ничего не перепутайте. Обязательно нужны кислоты в качестве антибиотиков. Обязательно. Но, эти кислоты должны быть только живые, органические. Если вы начинаете использовать неорганические кислоты, а сферин, ацетилсалициновую кислоту, и так далее, лимонную кислоту, углекислоту, например, минеральная вода, и так далее, и так далее. Это неорганические кислоты. Это уже хуже. То есть, организм переносит только органические кислоты. Поэтому, во время болезни обязательно нужны кислые напитки. И частое употребление неорганических кислот разрушает иммунитет. Противоречие. Но его надо знать. Абсолютно точно. То есть, закисление организма искусственными, пепсиколой, кока-колой, и так далее, ароматизаторами разными, с одной стороны, убивает иммунитет, а органические кислоты являются иммуностимуляторами. Вот если вы научитесь держать двойку, вот она двойка, она присутствует одномоментно. Всегда. Одномоментно. Мы говорим, давайте защелачиваться. То есть, до определенного предела. Давайте радоваться. До определенного предела. Давайте там спать. До определенного предела. Давайте работать. До определенного предела. То есть, вот это вот 50 на 50 всегда надо соблюдать. Потому что нас уносит то в одну, то в другую сторону. И мы попадаем в большой маятник неравновесный. Если мы все время будем держать двоечку в голове. Вы нашли что-то хорошее. А что это может быть плохого? Сразу держите двоечку, поэтому когда что-то плохое будет для вас будет нормально, потому что вы знаете. Поэтому не суть. Вы сейчас уже привыкли так, что кислота это совсем плохо, а щелочка это совсем хорошо. Неправильно. И кислота хорошо, и щелочь хорошо. Все хорошо в меру. Организм чуть-чуть щелочной, он не сильно щелочной. Он чуть-чуть щелочной. Но питание сильно кислое. Почему мы добавляем коралл в воду? Не потому что нам нужен щелочной организм на все 100%. Щелочной организм это слизь. В слизи задохнетесь. Кислоты эту слизь растворяют. Поэтому вот здесь вот очень-очень четко. Потому что вы читаете, вы читаете болото, вы читаете все, разобраться не можете только. Болото говорит, надо закисляться и так далее, и так далее. А потом говорит, надо слушать соль. То есть он не говорит, что соль это щелочной. Просто надо слушать соль, чайную рожу. И получается, что надо закисляться. Вот он прям рекомендует. А потом чай немножко солит. Соль это щелочной минерал. Да, он не говорит об этом. Но дело в том, что у него позиция такая. Позиция всегда должна быть между. И ты прав, и ты прав. Или и ты немножко не прав, и ты немножко не прав. Истина на посредине где-то всегда находится. Поэтому не подумайте, что кислоты нам вообще не нужны. Нам нужны апельсины. Нам нужны лимоны. Нам нужны и клюква, и брусника. Нам нужны кислые вещества. Обязательно. Потому что они все, и кислый квас нужен. Нам нужна соляная кислота в желудке. Потому что это все является иммуностимулирующим. Это естественный иммунитет. Что такое соляная кислота в желудке? Это не лимкоциты. Они не тратят свой резерв на это. Это мощнейший, естественный иммунитет. То есть тоже, ну мертвый иммунитет. Ну как бы условия. Потому что ни одна бактерия через кислую среду не прорвется. Ни одно яйцо, ни одно яйцо в листах. Ни один вирус. Ничего не проскочит. Попадает сразу в желудок, в кислоту. Все это растворяется, да? Или кислая моча. То же самое через выделительную систему не все попадает. Кстати, есть вещи, но я скажу ей кожу, могу сейчас сказать, которые не ска нарушают иммунитет. Ну просто. Ну это природа предусмотрела. Вот, например, очень резко нарушает иммунитет сперма. В ней содержатся простагландин и Е. Есть такие вещества, которые полностью подавляют иммунитет. Когда человек еще размножится, ну не человек, там животное, я не знаю, там собачка, кошечка, там слот. И семенная жидкость самца попадает в пути самочки, там полностью подавляется иммунитет. Иначе ни один сперма-кодорник не прорвется. Но оно попадает даже только в одно место. Если сперва, не дай Бог, попадает куда-нибудь в другое место, не приведи Господь. Иммунитет нарушается на 100%. Полностью. В места неприспособленные. Так природа придумывает. Потому что сперматозоиду надо прорваться. Иммунитет не даст им прорваться. Женский, влагалищный иммунитет или там иммунитет женской особи. Поэтому, ну, тут такие вопросы. Дальше идем. АВДД. Агрессия, бактерии, бактерии вверх, а другие паразитеты просечен. Нарушает ли они иммунитет? Они его используют. Но спид нарушает иммунитет. Вы посмотрели? Он просто выбивает трейкоциты. Просто, как будто их не было. И человек умирает не от спида. Чем умирает от рака. Чем умирает от инфекции. Он умирает от гриппа. Он умирает от совершенно других инфекций. Но спид убивает конкретное иммунное звено. Что это? Программа. Или карма или кобедная божья карма. Непонятно, что это такое. Никто не знает, что такое спид. Это дин. Что такое иммунитет? Мы не знаем. Это какие-то странствующие гены. То есть это программные файлы, которые загружаются в наш организм, перепрограммируют нашу ДНК, и клетка начинает думать, что она мама вируса. И она начинает этот вирус производить. То есть, издаляйте себе клетка центральной нервной системы нашего нейрона мозгового, начинает вдруг лепить вирусы гриппа. Причем она лепит их миллиардами. Потом она чихает, организм чихает, и вот эти вирусы распространяет. И что это такое? Тоже трудно сказать. Мы еще очень мало знаем. Все, кто попадают в нас, они подтачивают нашим иммунитет. И они стараются его инактивировать. Например, грибы. У нас в лекацетах вообще нет защиты от грибов. То есть у нас нет даже фермента, который сгодает кандиду. Причем с кандидой очень трудно справиться. Потому что она в ней нас тысячекратна. То есть лекацет не может ее уничтожить. Он может ее только куда-то подтолкнуть и вывести через кожу, через влагалище еще куда-то. Он не может ее разрушить. Потому что у меня мощнейшая генетическая программа. Гораздо... Вот сегодня будет фильм «Плесень» в 19-20, да? Тот, кто успеет доехать, тот, кто не успеет, лучше немножко пораньше уйти. Он же фильм очень хороший. Его снимала та же бригада, с которой мы снимали фильм «Вода», «Один», «Глаз», «Еда». Это Саида Медведева. Совершенно потрясающий гениальный человек. И фильм «Плесень». Я, к сожалению, не смогла принять ее уничтожение, потому что я все время в розетках нахожусь. Но, тем не менее, я думаю, что наши темы тоже там будут. Поведение грибов в организме человека. Конечно, мы достанем 10, конечно, мы достанем авторские копии и все это. И, наверное, будет у вас этот фильм. Но его надо посмотреть, потому что грибы – это сейчас проблема человечества. Каждый второй подходит, как бороться с грибами. Никак. Они нас переборят. С ними надо сосуществовать. С ними нельзя бороться, их убить нельзя. Убить гриб невозможно. 140 градусов температура, он тес. Сухари жарим. Пожалуйста. Пожарили сухари, потом добавили в квас, а они бурлят. Значит, что там? Грибы. Замораживая – минус 18. Они хранятся. То есть их убить невозможно, потому что у них постоянно восстанавливаемая программа. Но, тем не менее, мы должны жить. Тем не менее, мы должны сосуществовать с ними. Вот их кормить не надо. Они кушают муку, они кушают сахар, они кушают разные вещи. Если вы вино сахара не наложите, что произойдет? Не будет вина. Вина не будет. Брожение не будет. Если вы сахара не положите. Это понятно, да? Если вы будете меньше сахара есть, гризы постепенно сдохнута в голодо в вашем организме. Ты же самый грибы. Если вы будете каждый день кушать дрожжевой хлеб, сахар, вуку, то грибы будут растянуть, чувствовать себя вольготно. И размножаться. Вы им даете энергии для размножения, вы им даете строительные материалы, и все дает. А если вы будете кушать спирулину, они там не сильно живут, там не сильно поживишься. Да, если они будут кушать капусту, если они будут кушать свеклу, если они будут клюкву, бруснику, лимон, они терпеть не могут. Лимон, они только оболочку съедают, а внутри они как бы кислота их все-таки подавляют. Хотя они нападают на все. Медицина подавляет иммунитет на 100%. Медицина прямо есть вещества, которые специально подавляют иммунитет. Все гормоны разработаны специально подавлять иммунитет. Поэтому вам назначают гормоны против одного, а они действуют против всего. Поэтому очень-очень аккуратно. Гормоны надо понимать только по жизненным показаниям. Ни в коем случае не для того, чтобы похудеть или поправиться, чтобы не иметь никакого отношения к иммунитету. Не до жиру быть бы живым. Если человек с целью, чтобы похудеть, или немножечко там щитовидную железу подправить, или еще что-то, вот слабость у него. Вот слабость у человека. Вот слабость, он бьет гормоны. Чтобы не было слабости. Чтобы не было слабости, надо кушать нормально. Надо двигаться. Надо чиститься. Надо кушать натуральную продукцию. Тогда не будет никакой слабости. Потому что слабость – это энергия. Гормоны никогда не дадут никакой энергии. Кроме того, как убить иммунитета, я ничего не сделаю. Поэтому я не понимаю людей, кто пьет гормоны для того, чтобы избавиться от слабости. Надо научиться вырабатывать свои гормоны. Надо научиться жить нормальным образом. А? Ну, здоровый образ жизни, да. Но надо этот образ иметь в голове. Потому что еще непонятно, что такое здоровый образ жизни. Мы еще не до конца поняли, да? Медицина. И дальше. Наследственность. Конечно, играет роль. Иммунитет передается по наследству. Безусловно. Не только иммунитет передается по наследству. В это стриптокоп подается. Синфилис передается. Хламидии передаются. Кандиды передаются. То есть, когда у ребенка и у матери имеется общая система кровоснабжения, плацента не может задержать. Вот это все передается ребенку. Ребенок рождается уже с грибком, с хламидиями. С цитомегаловирусом, с патиломовирусом, со стафилококком, со стректококком. С гонококками. Абсолютно точно с гонореей. То есть, да, действительно, все, о чем болеет мама, может передаться. Но это не по наследству. Это как бы вдогонку. Потому что молекула сама, где яйцеклетки, она абсолютно нормальная. Там нет никаких таких проблем. У нее могут быть поврежденные дефектные гены. Да, там могут быть поврежденные гены, но их можно исправить. Вот раньше говорили, все, генетический детерминизм. То есть, все, наследственность такая, ничего нельзя сделать. Сейчас говорят, можно. Выявлено потрясающее действие лецитина, полиевой кислоты, витамина группы B, витамина А, витамина Е, именно на молек... Представляете себе, на молекулу ДНК, на генетически программированное вещество. То есть, среда определяет развитие. И среда может все поправить. Движение. Безусловно, отсутствие движения влияет вредные привычки. Мы опять пойдем по тому же кругу. Разрушать вредные привычки иммунитет. Даже всех углубляться туда не будем. И просто разрушаем. А выводит его на нет. Экология. Сто процентов. Биоэнергетика. Просто. Травмы. Травмы позвоночника на иммунитет не сильно действуют. Или травмы пятого пальца ноги. Но травмы... Селефиологи, например. Травмы, например, головы. Травмы печени. Удары, ушибы. Отморожения какие-то, конечно, нарушают. И время. Время иммунитет подтачивает. Вот все те же самые причины, которые действуют на центральной нервной системе. И когда я эти причины за все из модуль повторю вам 12, 12 раз. Это будут не те же причины, которые действуют и на иммунитет, которые действуют и на центральную нервную систему. С небольшим вариантом, да? И когда у вас... Вот вы сидите, у вас у всех разные проблемы. У кого-то с центральной системой, у кого-то с иммунитетом, у кого-то с репродукцией, у кого-то с желудочным кишечным трактом. Но нет других причин. Они все едины. И все равно вы будете действовать в эту сторону. Но вы уже будете решать. У вас есть выбор, от каких привычек избавляться, сколько двигаться, что кушать, как кушать, зачем кушать. Человек подходит ко мне, вы подходите ко мне десятками сотен, не говорите. Вот, например, у ребенка желудочно-кишечная проблема, что делать. Я всем буду изучать одно и то же. Психология, еда, вода. Потому что бессмысленно взять, выхватить какую-то пищевую табаку, например, ассимилятор, и начать ребенку давать. Ничего не произойдет вообще. Потому что образ жизни определяет. Каждый день он съедает новую пищу, каждый день у нее новые клетки образуются, каждый день отмирают старую, каждый день идет иммунная защита, каждый день он то руки не помыл, то собака пришла, то кошка, то ребенок с глистами, то еще что-то. Ситуация меняется каждый день в три раза. У вас такое впечатление, что можно взять ребенка, один раз что-то сделать и вылечить. Например, избавить его от глистов. Здорово. То есть, да, действительно можно. Вы приняли программу, у человека выделилось там пол горшка глистов, и все здорово. Дальше он пошел на середине садик. А там еще 24 ребенка, у которых из 15 держат самые глисты. И яйца глист везде, просто везде. Они на никаких игрушках, они на одеялах, они на пододъяльниках, они на полотенцах, они везде там. И наладить эту вигиену, в принципе, невозможно. И мы когда с вами проходили паразитарную программу, я вам говорила, существует одно волшебное действие, чеснок каждый день. Не три раза, когда вы делаете протеста, а всю жизнь. Вот как только ребенок, начал чеснок есть в год, а он должен кушать чеснок до 100 лет. Потому что глисты чеснок не выносят. Он пропустил он месяц, в этот месяц у него взяли на бесты. Организуется. Потому что ему будет комфортно в этом организме. Там будет сахар, рука, там будет мармелад, там будет все вкусненькое, сладенькое, то, на чего они растут. Углеводное питание. Поэтому, все течет одновременно. Нельзя сказать, самая главная причина в мире экологии. Но уже не самое главное. Потому что психология такая же главная. Потому что паразиты такие же главные. Нет главных причин. Есть комплекс. А этот комплекс подстраивается под образ жизни. То есть человек точно должен знать. Вот он сделал два шага сегодня. Он точно должен знать. В сторону дороги. Еще два шага должен сделать. Он должен понимать. Второй вариант, что он еще не будет что-то делать. Пока он не заболеет, уровни грязи, крестьянин не перекрестится. Но знать это необходимо. Вы должны знать четко, что разрушает ваше здоровье. Иете вы с ребенком Макдональдшем, купили вы ему пациковую, купили ему чили Макнаги и так далее. Все. Вы должны сидеть, вы должны понимать всеми клетками своего тела. Вы разрушаете ребенку иммунитет. Все. Но когда ваше сознание сотреет на то, что все остальные тоже так делают, у вас появится желание им тоже об этом сказать. Это называется сетевой маркетинг. Это называется компания Кораллы. Это называется просветительская деятельность. Вы своего ребенка убили глинт, но ваши друзья близкие каждый день его убивают в Макдональдсе. Пепсиколог. То есть у вас естественно желание водить и поделиться. И когда ваш ребенок перестанет болеть, а перестанет тот болеть только в случае, если он был иммунитет. Понятно, да? То есть мимо иммунитета, но никто не промахнется. Вот мы начали эту академию, мы начали ее совершенно правильно. Мы начали ее с глобального центральной нервной системы. Наведите порядок в голове. Страх избавьтесь. Истощение укрепите. Психопроблемы отрегулируйте. То есть наберитесь энергии, наберитесь терпения. Успокойтесь, во-первых. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, успокойтесь. И в-третьих, успокойтесь. В состоянии покоя система находится в равновесном состоянии. Она думает, она работает, она... Не надо бежать, так как мы бежим. И потом падает на ходу и просто умирает. Кризис это время подумать. О чем тут понадобится? Никто у вас последние штаны не отберет? Они уже у вас дома. Дальше, да понятно? Потому что если вы будете думать, что иммунитет зависит не от вас, он зависит от эпидемии. А как мы можем укреплять иммунитет? Вот смотрите, вот организм. Вот организм. Вот спит. Вот гепатит С. Вот грипп гриппа. Вот аденавирус. Вот туберкулённая палочка. Вот кандида. Десятки? Сотни. Врачи говорят, надо сделать прививку против дифтерия, коклюш, столбня, полиомиолит, гепатит С, грипп А, грипп В. Если вы едете в какую-нибудь страну, ещё сюда. То есть что вырабатывается в организме человека? Антитела. Ведут дохлую, полудохлую, пуберкулёзную палочку. Организм не знает, дохлая или полудохлая. У палочки есть определённая генетика. Лейкоциты, стелемпоциты, её сфотографируют. Вырабатываются антитела. Много. Эти антитела отпустятся в кровь. Они будут там функционировать всю оставшуюся жизнь. Ну, периодически, как бы, делать две вакцины, то их укрепляют. Но, мы привелись против чего-то и не против самого сильного. Полиомиолита. Но у нас практически нет. Столбняка. Ну, столбняка практически нет. Ну, коклюш, дистрея, что там ещё? Гепатит. Против гепатита ничем не защитить. То есть что получается в итоге? Тут антитела, тут антитела, тут антитела, тут антитела, тут, тут, тут. Чем больше будете поливать, тем больше будет антитела. В некоторых случаях это правда. Действительно, потому что, туберкулёз сильная проблема, да? Но, вот есть организм. Если в крови будут сплошные антитела, это белковые молекулы, то, в конце концов, естественный иммунитет не выдержит. Потому что прививки не совсем чистые, прививки не совсем точные. Мы не можем от них отказаться, потому что это социум. И, как говорят, ждут групповой иммунитет, чтобы вот весь мир, так сказать, этим не болел, да? И это будет в ближайшее время. Поэтому вам не удастся избавиться от прививок. Единственное, что вам удастся, это всё-таки позаботиться о своём организме. Раньше было закон групп, ослабленным детям прививки делать нельзя. Ждали, пока он переболеет. Сейчас врачи наставили, что прививки нам где-то ослабленные дети. Берет, когда они болеют. Кто взял на себя такое ответственность? Почему он взял на себя? Как он это доказал? Что? Но мы всегда попадаем под социум, мы всегда попадаем под приказом. То есть, что тут делать? Вот, 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 знаете, я единственный вопрос, на который я не могу вам ответить. Мне понятно, что делать там, что делать там, как питаться, это мне всё понятно. Мне даже понятно, где взять деньги онкологическому больному, у кого их попросить, допустим, если что-то случилось серьёзно, и совершенно непонятно, что делать с перевивками. Отказ писать. Отказ писать. Потом ребёнок будет заблокирован по всем социальным институтам. То есть, ни в садик, ни в школу вообще никуда не возьмут. Ещё и за границу не выпустят. То есть, на вас будут давиться тех, кто-то. этот просьм мы пока оставляем открытый. Может быть, что-то изменится. Может быть, придёт какой-нибудь погрессивный министр здравоохранения. Что-то всё равно должно измениться, какие-то приказы должны пересмотреться. А как же, когда ребёнок в следствии прививки получает определённый заболевание? Не просто получает, он умирает. Есть дети, которые умирают. И такие случаи совершенно не единичные. И никто не отвечает. Никто не отвечает. Но, к сожалению, да. К сожалению, это и у нас проблема, и за рубежом эта проблема есть. То есть, есть проблемы, которые с нашего уровня просто не решить. Я просто объясняю механизм, да? То есть, никто не заботится вот сюда. Все заботятся вот таким вот способом. От всего не предохранишься. Потому что вирусы мутируют, они соединяются, они меняют свою оболочку, они начинают быть вирулентными те, которые были безопасными. То есть, и всё это, и всё это нападает на наш организм. Причём, выдержать, чтобы вот это всё выдержать, вот такое количество прививок, это надо иметь очень хорошую мутипель. Это надо иметь очень хорошую гимнетику, очень хорошую наследственность. Потому что на самом деле введение этих сывороток, и вакцин, введение ослабленных вирусных программ, которые на всю жизнь остаются в организме человека, да? Это серьёзное дело. Но здесь пока мы этот вопрос, вот пока мы этот вопрос решить не можем. Я думаю, что что-то должно скоро измениться. и так, 12 причин для того, чтобы иммунитет был плохой. Конечно, существует выход из этого положения. Конечно, существует выход. этот выход не должен заключаться в разовых мероприятиях. Значит, давайте разберёмся сначала, каким образом вы пытались поднять иммунитет. Ну, первое. Основная задача и действие, которое делают все, это иммунитет напугает. То есть, все прививки связаны с тем, что иммунитет что делает? Пугают. Вводят вирус, который на самом деле ослаблен. иммунитет пугается как на настоящий, вырабатывает антитела, защиту и вроде бы нормально. Пугаем не только способом прививок, куда им пугаем другим способом. Существует очень много запугивающих программ. Например, запугивающие программы это грибы. Вы, наверное, все пили чайный гриб. Вы, наверное, все пили молочно-кислые грибки какие-нибудь. Индийские грибки, японские грибки и так далее, и так далее, и так далее. И вы все говорите, я когда спрашиваю, а почему вы пьете эту плесень? Вообще. И все настаивают, потому что она укрепляет иммунитет. То есть, каким образом она укрепляет иммунитет? Давайте разберемся. Вы взяли чайный гриб. Чайный гриб это плесень. Ну, понятно, да? Вы дали ей способ размножиться. Сахар, пищу, горячую воду тепленькую, аминокислоты, которые находятся в чае. Она размножилась. Вода, в которой она находилась, сам гриб, вы не едите, да? Вода, в которой она находилась, является, ну, это бульоном, в котором, во-вторых дела, живет эта грибковая колония. Она туда выделяет продукты собственного распада. Кстати, витамины, потому что она продуцирует эти витамины. Ей же нужно расщеплять этот сахар, а расщепление происходит при помощи ферментов и витаминов. И поэтому бактерии вырабатывают витамина, витамин, Е, витамин, В, это небольшое количество. Вот силосная яма, что такое? А вот тоже самое, что происходит. То есть переработка, расщепление с выделением каких-то витаминов, потому что витамины это не только нам они принадлежат, они всему привыкновенны. Что получилось в результате? В организм поступила чужеродная программа, которая была в этой воде. Что сделать иммунитет? Он мобилизуется абсолютно точно. Поступила интервенция. Количество легоцитов что? Увеличится. Активность легоцитов что? Увеличится. Скорость движения, температура чуть-чуть повысится, потому что пойдет определенная защита. И ничего не происходит. Вы каждый день пьете этот грибок. Три года у вас эти сопли в банке размножаются, и вы их пьете все время. Что делает иммунитет? Он напрягается. Постоянно вы ему добавляете эту противогенную программу. И вы держите иммунитет в напряжении. И когда придет настоящий вирус, гриппа, иммунитет не справится. Потому что в этой воде, в которой таился этот гриб, там нет ничего питательного, нормального. Это не булки. Это не жирные кислоты. Питаться-то надо нормально. Легоцитов-то надо кормить. Он же должен получить 28 аминокислот. Мы поклеточное питание сейчас погремим. Он должен получить 15 минералов, он должен получить 12 витаминов. Он должен все получить для того, чтобы раздублицироваться, чтобы дать себе подобное. В результате, кроме этой вот этой вот грибковой консистенции, ничего такого особенного не поступает. То есть, морковным соком вы не запиваете грибов. Поэтому и где-то все время напрягает. Кто-то лечится грибами. Метаки, шиа. Ну, тут разные есть, да? Китайские грибы, там еще какие-то еще. Это все грибы. Это чужеродная структура. Кардицепт. Что делать кардицепт? Потрясающее растение. Это гриб. Это высшая программа гриба, которая способна, которая способна из каждой клетки выманить одну аминокислоту. Если 28 аминокислот, это животное. Если 27, это уже растение. То есть, клетка теряет способность какой-то функции. И это становится растение. Так вот, этот гриб попадает в гусеницу. Гусеница умирает. В ней происходит перепрограммирование. И на следующий год из этой гусеницы вырастает кардицепт. Понятно, что делаете? Кардицепт попадает в организм. Видит? Но вместе с ним попадает грибковая программа. Что делает иммунитет? Он вскакивает. А не просто вспрыгивает. Он вскакивает. И он все время будет бороться с этим. Конечно, он поднимется. Если у человека находится рак где-то, раковая опухоль, а иммунитет слабый, ну, неактивный, то этот иммунитет по пути раковую опухоль вполне возможно, что уберет тесто. Но цена-то какая, да? для раковых больных кардицепт вполне допустимый. Потому что тяжелый случай, когда ну вот уже организм идет на уничтожение. То есть запущены механизмы подавления клеточного деления и все такое. Ну, по сути дела, уже начинающееся отмирание, да? Любые. Любые средства годны. Любые. Все, что начиная от ядов и заканчивая, чтобы возбудить дно. Ведь когда кардицепт попадает, например, в сетевую компанию или еще куда-то, его назначают и беременным, его назначают и дети, и дети, его назначают и, ну, просто во всех разных ситуациях. То есть китайцы его не назначали каждому второму. Это было очень дорогое средство. И оно собиралось там высоко в горах. То есть это серьезная вещь. Точно так же вы не разобравшись еще раз напугать. Все способы, которые вы используете, идут со стороны напугать. Например, у ребенка больные миндалины. С трех раз догадайтесь, что вы будете делать, что у нас значит врач, физиотерапевт. Турбус, Кварт, КУВЧ и так далее. Представляете, что такое миндалина? Это клетки с гноем. Где живут лейкоциты? И если туда начнут поступать физио, вон, ну, разное, сейчас не будем туда не дарять, туда много еще можно. Кварт свои, например, да? Что произойдет лейкоциты? Ничего не произойдет, не муру. А не терпеть не могут. Никаких элементов. Да? Еще раз на лимфатическую систему нам пугает. То есть мы с иммунитетом всю жизнь только и девушек пугаем, мы пугаем, пугаем, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Мы только забыли его покормить. Все остальное мы всем делаем. И у нас даже, у нас даже термины такие поднять иммунитет, простимулировать. То есть вы когда-нибудь говорили слово я заботюсь о своем иммунитете. Вы его только гоняете. Вы его поднимаете, пугаете и так далее. Иммунитет надо сохранять. Иммунитет надо о нем надо заботиться. Его надо восстанавливать поврежденный. Как восстановить можно силы? Дать энергию. Дать питательные вещества. Дать физические какие-то факторы. Мы, конечно, могли придумать и физиотерапию, и что угодно мы могли придумать. Мы еще лучше интексировали, что такое. У нас есть вещество в организме, которое вырабатывается и которое воздействует определенным способом на гибель. Оно было получено следующим образом. Животные заражались себе реазерной палочкой и перед смертью, когда уже, так сказать, огонь, у них бралась кровь, из нее вот эти белки, которые тратило погибающие животные на борьбу с себе реазерной инфекцией, вот это называется белки интерферона разного уровня. И эти белки мы будем себе. Причем мы берем их от людей, от свиней, от и так далее. то есть, это же все на истории интерферона вот эти все. То есть мы об этом ничего с вами не знаем. Мы идем на чистом доверии врачу, что он поднимет нам иммунитет. Иммунитет. Кто собака иммунитет поднимает в жизни? Никто сами собаки и поднимает. Иют нормальную воду, едят нормальную пищу живую, греются на нормальном солнце, дышат нормальным воздухом, нормальный иммунитет. У нормальных собак, у нормальных животных, там, в лесу и так далее, если честно, не вмешался. Нам не надо поднимать иммунитет специально. Нам надо организовать такую жизнь в себе, чтобы иммунитет каждый день сам держался, сам работал. Потому что, если, например, у нас три фактора, которые снижают иммунитет глобально. Это холод, это голод, ну, то есть, это же не питание, это холод, голод и страх. Но, если вы ребенка посадите в совершенно теплую атмосферу, ну, просто в жару, если вы будете его кормить его, ну, просто на уголе. Если при этом ему дадите абсолютно спокойную обстановку, это не значит, что у него будет идеальный иммунитет. То есть, организму что нужно? Легкая тренировка. То есть, иммунитет это тренируемая вещь, которая тренируется легким закаливанием, которая тренируется физическими упражнениями микроциркуляции, которая тренируется различными-различными способами оздоравливающими, покупанием, я не знаю, но еще какими-то вещами полезными, да? Умельным загоранием, чтобы витамины выработались. Но все должно быть что? В меру. Должно быть чувство меры. И в ту сторону плохо, голодать, нервничать и находиться в холоде. И в эту сторону вредно. Обжираться, сидеть в жаре, и плюс к этому, ну, просто вообще, никакого стресса. Здесь нарушено развитие, здесь нарушена защита. А истинно где-то посредине. Поэтому я вам точно скажу, нет ни одного способа действенного поднять иммунитет и навсегда удержать его на одном уровне. Но даже удержать его, вот если вы подняли иммунитет, естественная позиция, что он поднимется, поддержится, поддержится, потом он немножечко будет падать. Потому что он течет вонообразно. Он не должен всегда стоять на высоте. Ничего не должно стоять вечно. Все передачи опускаться должно. По требованию. Поэтому в неделе иммунитет должен настраиваться. Все спокойно иммунитет должен отдыхать, относительно расслабляться. Не могут лейкоциты все время как бешеные носиться вообще по организму. У нас же еще одна иммунная функция есть. Я вам сказала, что мы защищаемся. Вирусы, бактерии, токсины, грибы, там паразиты. А у нас есть еще рак. У нас есть еще онкологическая защита. И это наиболее сильная защита. И здесь поможет в основном мультет. Потому что каждый день у человека образуется неполноценных около ста клеток раковых. Это еще не раковая болезнь. Это еще не раковый процесс. Но они уже есть. И разрушить их может только иммунитет. Как только клетка сбивается со своей волны, Олежка, почему? Как только клетка сбивается со своей волны и становится неуправляемой, раковая клетка это не больная клетка, это здоровая клетка. Это молодая, живущая, жирная. Она только работать не хочет. А все остальное она делает так же, как другая. Она кушает, она выделяет токсины. Но она работать не хочет. Если в организме в печени две раковых клетки, они их функцию печени не нарушат. А если 98% раковых клеток, все печень перестает работать как органы. То есть сообщество поражено коррупцией. Раковая коррупция, да? Сообщество клеток печени. Понятно, да? И поэтому иммунитет четко отслеживает всех, кто не ядцы, всех раковых клеток. И он их разрушает. То есть кто иммунитет отслеживает? Ликоциты, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, макрофаги. Они получают приказ уничтожить и уничтожают.